Приветствую вас, аноним. Знаете, в формальном, отвечая на ваш вопрос, я мог бы сказать следующее. Для того, чтобы мужчина определился, хочет он жениться или нет, нужно показать ему то, что вы можете ему дать. Собственно, что он получит, жениться с нами, именно показать, не начать давать ему это, то, что вы можете, и то, что ему нужно, а именно показать, показать, что вы можете дать ему то, что ему нужно. Здесь, конечно, отдельного внимания заслуживает часть, которой, я говорю, можете дать, потому что не все люди понимают, что такое мочь дать. Кто-то вот понимает это как принуждение, насилие над собой. Действие через силу, через нежелание, через негатив. Кто-то может это понимать вот так. Ну, в данном случае, я надеюсь, что видно, что подобная форма является крайне деструктивной, и для отношений ничего хорошего не несет. Другой вопрос, который имеет смысл вам задать, заключается в том, а для чего вам, чтобы мужчина на вас женился? Для чего вам, собственно говоря, замуж и семья? Почему вам этого хочется? Что вы вкладываете в замужество и семью? Понимаете, здесь все только в том, что когда человек хочет замужество, хочет достаточно конкретное, ну, или замужество, или женитьбы, да, когда человек хочет семью, а именно конкретно хочет семью. То есть понятно, что никто из людей не против семьи, и никто из людей, как бы, не будет спорить, что хотел бы, там, ну, значит, ну, создать пару семей, ну, и семью. Вот, именно когда конкретно человек хочет семью, конкретно человек хочет жениться, выйти замуж, это значит, что ему, человеку, чего-то не хватало. Если ему, человеку, чего-то не хватает, значит, в отношениях такой человек выступает, ну, как, скажем, нуждающийся партнер. А если человек выступает как нуждающийся партнер, он не может быть равноправным, то есть партнер не может быть равен другому партнеру. Это автоматически ставит под сомнение и под угрозу саму мобиль взаимодействия между романтическими партнерами. Если партнеры не равны, могут быть сложности, если партнеры не равны, могут быть проблемы. И, собственно, одна из этих проблем сегодня привела вас к нам. Следующий момент. Определенность. Определенность – это ощущение, когда вы чувствуете подвешенность, когда вы чувствуете неизвестность, когда вы не очень хорошо понимаете, что вообще вас ждет и на что, собственно говоря, рассчитывают. И основная проблема здесь заключается в том, что вы сами себе не доверяете. Вот, вы просто-напросто себе не доверяете. Просто вы не доверяете себе. Точнее, для вас возможность доверия связана с другим человеком. То есть вам нужна реакция человека другого человека, чтобы получить эту самую определенность. Ну, я полагаю, совершенно очевидно, что с таким подходом вам достаточно сложно. Тяжело, практически нереально будет построить такие отношения, где вы были бы в полной мере счастливы и где вам было бы хорошо. Потому что вы зависимы. Поэтому вот в отношениях. И если вы зависимы, то проблемы. Правда. Поэтому, как и сказали мои коллеги, Определенность, или может быть состояние. Давайте так скажем. Состояние. Определенности. Это ваша задача, это ваша цель, это ваша ответственность. Но не ответственность другого человека. Конечно, другой человек может пойти вам навстречу и может, ну, может другой человек сделать что-то для вас. Вот. То есть человек может, ну, что-то вот, какую-то определенность вам дать. Вот. Но это исключительно ваша ответственность по обеспечению себя определенностью. И крайне важно, чтобы исходили вы именно из той мысли, из той идеи, что вы одна. Что мужчина может быть есть, а мужчина может быть и нет. Сегодня-сегодня мужчина есть, завтра его нет. То есть, условно говоря, полагаться, да вот, полагаться, полагаться вам нужно на себя. Ну, а вы, что интересно, почему-то на себя не полагаетесь? Или если полагаетесь, то с скрипом, с хрустом, с нежеланием, вот и так далее. Так что вот, в принципе, подобный момент нужно вам раскрыть. Я надеюсь, что вы постараетесь увидеть этот момент. Вот момент, что мы не можем подсказать вам, как, например, переделать мужчину. Но мы можем помочь вам разобраться в себе, если вы, конечно, этого хотите. Вот, я думаю, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.